здрасте добро пожаловать на золотой колос и мы продолжаем нашу любимую фермочку значит и друзья чем будем сегодня делать и что вообще произошло у нас и происходит воскресенье у нас прошел стрим и в правом верхнем углу на него ссылочка он был веселым мы забубенили здесь стройку если в общем-то кто-то не смотрел то можете посмотреть и сейчас здесь пошла стройка 8 минут назад мы здесь строим автомойку теперь можно будет здесь мыть технику и теперь у меня не будет оправданий когда вы будете писать в комментариях что никита тебя грязная техника помой же и наконец раньше я говорил что типа нигде нет мойки ездить впадло а сейчас просто впадло будет вот соответственно мы привезли сюда все ресурсы стройка пошла сейчас можно отсюда отогнать вот этот прицеп там еще скорее всего осталось немножко бруса у нас есть классный урал тягач который грязный как не знаю что да там осталось немножко бруса его в общем то мы сейчас продадим наверное оптовую базу съездим потому что девать его некуда тут 400 литров и их реально некуда девать а также друзья мы с вами взяли вот этот вот прицеп тонар с контейнером и контейнер сам по себе и в общем то сейчас он уже пустой поэтому можно его вернуть мы его брали в аренду контейнер на 40 футов в общем то мы его возвращаем и и прицеп это тоже возвращай а еще кстати на стриме точнее перед стримом наш товарищ в лампе пока носился чтобы прогружалась карта по карте в общем то да случайно подобрал в лесу корчевалку для пней я ее уже нашел до этого но не подбирал то есть она здесь не появлялась в общем то я ее сейчас продам потому что она нам нафрен сейчас не нужна а когда понадобится возьмем в аренду а так ее сопрут или просто так она деньги будет жрать короче я ее продаю и сам я случайно нашел вот такие силосные виллы их я тоже продам они мне не нужны так что вот такие вот обновления нашли техники немножко продали и даже подзаработали на нашем поле кстати трудится комбайн со всей силы вместе с фурлиманом убираю здесь рожь у нас здесь рожь растет кто-то написал в комментариях что здесь ячмень так вот нет это рожь но не суть важно в общем то друзья какие у нас планы на сегодня кроме как носиться по карте как угорелый значит смотрим активные контракты у нас есть активный контракт на свою на ячмень и на рожь еще на томаты и баклажан но теплицам попозже соответственно ячмень 186 тысяч его нужно отвезти в порт на самом деле я хочу это сделать на поезде также у нас есть рожь на мельницу 251 куб и соя на жд станцию 108 кубов это я тоже хочу сделать на поезде если мы посмотрим на наши склады то соответственно у нас есть ячменя 229 кубов соответственно контракт мы можем закрыть 145 кубов сои мы тоже найдем и этот контракт мы тоже можем закрыть ржи у нас 144 куба у нас там еще собирается поле и в общем то что-то около 250 должно у нас получиться в итоге но опять-таки я уже говорил я хочу это сделать именно с помощью поезда но у нас нет вагонов их надо купить для того чтобы купить надо закрыть других контрактов один вагон стоит там 118000 мы частота даже посмотрим нам нужен хоппер зерновоз до 118000 можно даже разных цветов выбрать классно но еще у нас есть контракты на томаты и баклажаны томаты 177 кубов в порт это мы можем сделать на поезде вообще запросто еще у нас есть контракт на баклажаны 146 кубов давайте их повесим сюда причем оба 177 кубов и зайдем на наш тепличный комплекс собственно томаты уже полностью созрели баклажаны еще зреют но баклажанов еще не хватает твою мать а их может и не хватить в итоге но томатов у нас хватает кстати можно еще глянуть 8 утра у нас же контракты обновились можно можно глянуть биржу контрактов может быть там есть что-нибудь интересное хотелось бы взять какую-нибудь клубнику было бы классно огурцы 265 кубов вот это жирненький контракт и у нас по-моему даже столько есть накрутим цену разумеется я его хочу предложение действует один час сейчас мы берем доступно только а ну да доступно только в конторе значит погнали на биржу контрактов в чем проблема огурцы ешкин кот это же классно 265 кубов замечательно и тоже на же д-станцию надо вести это целый рейс будет у нас по-моему даже столько есть да у нас 289 кубов огурцов есть сейчас мы разбогатеем и купим себе вагоны отлично есть план на серию в общем-то народ погнали выполнять контракты и кататься на поезде который у нас остался стоять около теплиц после стрима моего специально здесь оставили в общем-то баклажаны нам наверное прямо сейчас не светит они еще не созрели но потом созреют обязательно потом продадим а вот томаты и огурцы можно прямо сейчас продать и начнем мы с томатов потому что и ближе вести они прямо здесь в порту не надо даже договариваться насчет никаких маршрутов так что заводим поезд а пока он заводится можно начать грузить томаты первый вагон загружаем 100 кубов по максимуму во второе 77 нагрузится падла конечно не очень быстро на самом деле в этом ничего страшного мы можем и подождать и после того как загрузилась можно нужно немножко подъехать поставить другой вагон на загрузку медленно и аккуратненько здесь важно точность думаю вот так он будет норм томаты загружаем 77 кубов чтобы не вести лишнего у нас еще 50 останется как здорово да кстати надо опять посмотреть куда нам там ехать куда стрелки переводить потому что бывают иногда затупы и они довольно обидно нам нужно в бокс номер один соответственно вот сюда нет в самый дальний получается бокс вот сюда будем знать соответственно стрелку переводим направо самая главная информация сейчас самое важное залазим обратно в поезд уже почти все загрузилось и готово ставим задний ход получается что едем мы задом переключаемся на последний вагон и трогаемся с места переводим стрелочку направо потому что мы на бетонный завод ездили там стрелка переведена налево и погнали так подъезжаем и как помним из прошлых разов надо тютелька в тютельку становиться посередине что-то нихрена не получилось тютелька в тютельку она не дает выгрузку вот так вот вот так дает соответственно разгружаем вагон там где 77 кубов и нам посыпались денежки сейчас у нас будут деньги это круто кстати можно сразу же вернуть кредит потому что мы 20 тысяч взяли кредита из-за некоторых фейлов на стене поэтому выплачиваем из этого вагона 43000 получилось у нас еще 20 осталось давайте выгрузим и с другого вагона тоже да с камерами здесь не очень удобно все но ничего мы это переживем так вроде ровно стал до разгрузка пошла и пошли деньги сейчас еще 50 тысяч нам сверху приплывет это очень здорово 56 500 должно быть в итоге если я правильно считаю если правильно умею умножать на 100 до контракт на поставку томата выполнен 525 даже ну да там же сцены имеют очень много значений после запятой давайте-ка вот это вот перенесем сюда чтобы было удобнее и погнали теперь на базу точнее не на базу на этот самый на теплице нам нужно загрузить туда огурцы которые мы повезем на жидостанцию в бокс номер восемь что поехали прибываем и нам нужно загрузиться 265 кубов огурцов первый вагон закинем 65 кубов а в остальные по 100 не знаю почему но мне так хочется короче ждем загрузку и свершилось чудо у нас все загрузилось и это да довольно долго происходит но ничего страшного мы садимся в наш супер модный поезд и заказываем себе путь на склады уже до станции и соответственно почему у меня все время вот это f1 а выскакивает я не понимаю мне это не нравится это не я если что короче нам открыли дорогу все огни зеленые поэтому понеслась поехали полетели я друзья опять перепутал все со стрелками хотя там еще впереди дают перестроиться погнали-ка выйдем посмотрим 18 и нам вот в этот бокс самый первый поэтому надо ехать обратно ничего страшного так иногда бывает главное немножко отъехать назад пока появится этот сам показатель как появится возможность ее переключить стрелочку то я думаю вот на такое расстояние должно хватать я понял почему меня тогда не показывал надо ехать вперед тогда она едешь вперед она дает выбрать останавливаешься но пропадает вот эта штука в общем-то сильно наверное разгоняться мы здесь не будем переключаемся сразу на третий вагончик потому что его надо будет сейчас ровненько ставить пытаемся это сделать с первого раза у меня с первого раза никогда не получалось ровно припарковаться на поезд надеюсь хоть когда-нибудь в жизни получится так вот я думаю вид будет самым более-менее адекватно но я бы сказал что вот так вот она ровно стоит напротив двери хотя если вот так вот и нет еще не на ту камеру переключился я молодец не на тут вода да все таки кривовато ладно не спорю только отстаньте от меня вот так вот типа да вот так норм выгружаемся и понеслась огуре огурцы огуречики много денег сейчас будет должно быть прямо очень много правда этого все равно не хватит нам на новые вагоны меня это немножко печалит так сдавайте переключаемся вот так вот и еще пододвигаем поезд но на один вагон у нас денег хватит но я хочу целых три вагона хотя бы вообще в идеале 6 меня устроит и 3 столько денег у нас сегодня нету неужели придется ездить с помощью урала там контракты уже пошли по 150 кубов в 24 кубовом урале и доставлять это такое себе но есть вероятность что выбора у нас такие не будут и придется делать так ничего страшного мы справимся 60 тысяч с одного вагона это нормально мне такое нравится давайте третье выгрузим получим еще 60 тысяч главное ровненько стать я не не стал ровненько но давай выгружаем последний что-то стало очень мало контрактов на теплицы меня это не радует хотя сегодня на огурцы мне понравился 265 кубов такое такого еще не было это здорово было бы классно если бы 500 кубов клубники был контракт я бы правда разорился на саму клубнику на рассаду в общем-то у нас есть 237 тысяч и этого хватит на два вагона мы хотим три вагона и мы еще не хотим брать кредит вот что самое главное мне еще кстати интересно идут ли у нас рельсы на мельницу где у нас мельница мельница вот здесь и туда рельсы идут соответственно на мельницу мы можем спокойно тоже доставлять по жд путям не ничего друзья у нас не остается нам нужно брать кредит но мы его сегодня отобьем на 118 тысяч на 128 потому что на 118 нельзя вот так 120 тысяч 357 тысяч это нам это должно хватать нам на три вагона правда надо сначала съездить еще на базу и самые вагоны отцепить которые у нас уже висят потому что локомотива можно всего шесть штук подцепить у нас шесть висит надо их короче отцеплять в принципе чё я туплю то мы поехали жиды маршруты да что-то у нас же дистанции не очень правильно работают и самая маршрута и дистанция ферма и опять вылезла это меню с помощником почему мне это раздражает она поехали на ферму припаркуем там вагоны и сейчас друзья у нас стоит довольно таки интересная задача нам нужно отцепить локомотив и выехать потом задним ходом там в принципе впереди вон есть стрелочка которую можно перевести и там как-то попытаться отцепиться как там припарковаться на самом деле я вообще без понятия то есть теоретически мы можем вот здесь отцепить вагоны локомотивом проехать вот эту вот стрелку но он не даст ее здесь перевести или даст надо попробовать сейчас посмотрим давайте в общем-то отцепим вот эти вагоны делается вручную надо к ним подойти и отцепиться и локомотив соответственно гоним самый конец но что-то мне подсказывает что он не даст здесь выехать назад обратно на нормально стрелку перевести нормально не даст что включаем задний ход и дает смотрите можно переключать стрелочка двигается круто отлично значит выкатываем локомотив и сейчас поедем еще и вагоны обратно поставим там до упора чтобы все было по фэн-шую мы же любим когда все по фэн-шую правильно значит сам да нам надо заехать за стрелку потом соответственно эти вагоны самое толкать вперед как бы это странно не звучало тоже аккуратненько надо к ним подъехать только я боюсь там они уже стоят на другой стрелке короче сложная ситуация сложная дилемма но мы сейчас тоже назад еще чуть-чуть проедем и дальнюю стрелку переведем на правый путь все будет нормально так ты дышь все подцепилась переключаем камеру получается как бы на первый вагон вообще кстати да можно купить два локомотива подцепить и ездить вперед-назад чтобы без заднего хода было все красиво по фэн-шую но сейчас у нас нету лишних 600 тысяч поэтому мы так делать не будем очень надо немножко проехать назад чтобы съехать с этой стрелки самую малость недалеко это можно было вагон туда парковать не не стоит переводим ее направо и едем до упора отцепляем вагончики да тут присутствует определенный геморрой с этим всем делом на самом деле я очень доволен что мы купили поезд я очень много времени экономлю катаясь именно на поезде а еще в принципе поезд это просто классно мне очень нравится такс вылазим из него и как цепляем вот эту вот с цепочку и все погнали теперь в депо заказываем себе опять-таки пути ферма депо идем туда и опять у нас почему она вылазит падла раздражает меня в общем-то друзья поехали мы в депо и будем покупать все новые вагоны для зерна и друзья добро обратно пожаловать в депо добро обратно пожаловать ни хрена себе я тут сказал соответственно нам нужно купить хоппер зерновоз который должен стоять на первом пути мы его покупаем и вон он появился 118 тысяч зараза а ну что ж друзья поздравляю с приобретением у нас теперь новые вагончики появились которые вмещаются сразу девяносто четыре куба всякой зерновой хрени соответственно у нас есть три контракта и ячмень рожь и соя я думаю что мы его общем-то их сюда повесим чтобы видеть что у нас происходит блин не очень конечно у нас удобно все но в принципе тут по-другому не получится одна поездка одна доставка по-другому никак и что у нас там поражи 218 кубов уже собрали а если посмотреть на карту то уже почти все убрали может и не хватит кстати ха будет смешно если не хватит совсем чуть-чуть ну ладно тут еще 120 часов нам осталось так что я вырастить это и ржи еще успею сколько угодно не проблема в общем-то погнали на базу и будем выполнять контракты охренушки у нас сейчас тут все занято можно поехать на мельницу но мы на мельницу не хотим нам бы домой в общем-то нужно ждать незадача где-то опять трафик да в общем то есть перспектива что здесь ржи реально не хватит на выполнение контракта хотя тут есть уже почти целый прицеп который сейчас наполнится до конца там 15 кубов будет она сколько 218 218 плюс 15 230 с копейками еще нужен минимум один прицеп здесь блин может не получиться обидненько однако я думал что я все хорошо посчитал а я оказалось что не хорошо посчитал в общем то что-то здесь да будет но что-то мне подсказывает что где-то я ошибся в расчетах хотя на самом деле тут много есть косяков вот таких вот типа недосеянного кусочка вот на поле такие вот проблески везде есть тоже где-то недоудобрено где-то еще что-то мелочи так потом и получается что не хватает 3 литра но не 3 но 100 вот у нас один раз было сушнице 100 литров не хватило пришлось потом сеять отдельно пупучку маленькую так что там у нас с трафиком самое главное пока не окажешься в локомотиве хрен узнаешь есть трафик такой или нету поэтому мы перепрыгиваем в локомотив и смотрим до трафик есть на самом деле можно пока что побегать и посмотреть куда выгружать это самое зерно которое мы будем возить потому что я честно говоря даже не знаю где здесь выгрузка зерна то идет я таких я не вижу на путях вообще возможности разгрузки надо найти можете-то ответвление какое-то идет или у нас зерно прямо здесь на четвертом пути и там загружаются здесь загружать уголь который пол на карте нигде не нужен здесь у нас выгружать брус а здесь выгружать зерно и где-то есть монет сейчас она начнет меня кошмарить потому что я не уйду пока я не подберу может падал ты же где-то здесь я отец слышу да она оказалась наверху я ее не смог увидеть но она здесь оказалась короче зерно у нас выгружается вот здесь это насколько я понимаю четвертый путь то что нам говорят в маршрутах есть такая штука типа же д станции 4 путь с этим понятно на мельнице я думаю тоже будет все понятно сюда идет один путь и здесь идет одна разгрузка да он здесь товары в мешках коробках загрузка погрузка здесь загружать загружать и выгружать это разные вещи подожди выгружать загружать должна быть желтенькая стрелочка ну наверное там это и работает здесь выгружать шерсть Ни хрена себе А, дальше у нас идет мясокомбинат По одной ветке, все очень удобно И надо еще найти такое же место в порту И на самом деле, оно похоже вот здесь вот выгружать древесину И вот здесь идет что-то для зерна Но это что-то явно не принимает зерно Ну, по крайней мере, ничего не написано Вот здесь вот эта выгрузка зерна идет Но это на грузовике И вот эта штука идет на порт Точнее, элеваторы, эти конвейеры, как они там называются-то Теоретически, но здесь нету никакого триггера Нету подсказочки Из подсказочки плохо Может быть, косяк недочет, скажем так А может быть, нет такой возможности Видите, они друг напротив друга находятся Так что должно работать Но мы, по крайней мере, попробуем и убедимся в этом Или же разубедимся Итак, друзья, у нас завершилась уборка рожи Я тут подождал уже Думаю, хрен с ним 257 кубов у нас есть В общем-то, всего хватает Все шикарно просто Тютелька в тютелька у нас получилось Но практически Поэтому Сейчас мы включаем пятую повышенную Садимся в наш Наикрутейший Паровозик И выполняем Три контракта Которые у нас есть Начинаем с ржи Потом соя Потом ячуми И, в общем-то, мы Отбиваем сегодня контрактами Покупку наших новых Суперских трех вагонов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, в общем-то, друзья, у нас здесь все прекрасно разгружается Несмотря на то, что нету этой самой стрелочки Мы просто ее тупо забыли добавить Ничего страшного Карта от этого плохой не стала В общем-то, мы все это дело перевезли Поезд я оставлю пока что здесь У нас появилось много денег 260 тысяч с копейками И контракт на поставку товара ячмень Тоже у нас выполнен Соответственно, мы можем уплатить кредит на этот вагон Который мы брали без проблем И у нас остается 140 тысяч своих денег И, в общем-то, какие у нас планы на будущее Я думаю, что пора уже выходить в животных каких-нибудь Если брать рейтинг То, по большому счету, нам уже доступно все Мы сегодня выполнили целых 5 контрактов У нас теперь 61 И еще баклажанчики скоро созреют Поэтому, по сути дела, мы уже можем взять И коровник, и овчарню И свинарник, и птицеферму Я не знаю почему, но я хочу начать Я думал про птицеферму Но сейчас я что-то подумал про овчарню У нее владелец глушков Илья И лояльность владельца 0% И, соответственно, рыночная стоимость 600 тысяч Соответственно, нам нужно, во-первых, прокачать лояльность владельца Это делается путем выполнения работы на полях через биржу труда Я, в общем-то, намерен всерьез упороться с этим делом Возможно, между этой серией и следующей пройдет стрим Где мы этим будем заниматься А может быть и нет, я ничего не обещаю Следующая серия выйдет уже, я думаю, только ближе к выходным Скорее всего, 1 мая Вот отлично, будет праздничная серия следующая Да, может быть, в среду проведем стрим по поводу работ на чужих полях Будем фармить лояльность и деньги Ну и по поводу денег мы еще тоже, в общем-то, запасемся контрактами различными И урожаем что-нибудь придумаем Хотя я на самом деле буду думать еще У меня был план, но я решил немножко его поменять Почему-то захотел овечек Не знаю почему, но вот что-то захотелось В общем-то, придется пару дней промотать Позаниматься тепличками, полями Что-нибудь поворачивать И, возможно, мы проведем стрим, где заработаем кучу денег Может быть, мы выполняем контракты, а может быть, вот типа серии, как сегодняшние было и прошлой На поезде покатаемся и попродаем всякую хрень Если я успею к среде все это дело насобирать У меня, в общем-то, 2 дня есть Представляете, как много за 2 дня можно сделать Короче, все будет видно Пока что план у нас на овечек Хочу овечек, да Там, кстати, и технику надо будет покупать сразу С этим ничего не поделаешь Надо будет покупать На этом, друзья, у меня, в общем-то, все Не забывайте про то, что нужно поставить лойсик И написать какой-нибудь комментарий Обязательно Потому что, если вы этого не сделаете То я очень сильно расстроюсь А если я расстроюсь, я не буду вам записывать видосик Я понимаю, что это похоже на шантаж Но это только кажется со стороны тогда Короче говоря, я всех благодарю за просмотр С вами был Никита Дзилэй И всем всего доброго Пока И здесь монетка Серьезно? Где-то здесь Да, я ее вижу И всем всего доброго Пока-пока И здесь еще одна монетка Да серьезно? Я же только что подобрал Здесь еще одна лежит Где же ты, падла? Я когда медиаторы теряю Это не так больно Их искать Хотя они и не пикают Было бы классно, если бы пикали Потому что сверху там лежит Вон она на крыше Как мне туда прикажете попасть, а? Мать вашу Мне кажется, быстро бег здесь только Усугубляет обстановку Вот как мне туда попасть прикажете, а? Ладно, включаем мега-супер скорости И да, это не сработало Твою мать, я хотел начать летать И случайно нажал на тап Раньше, чем надо Я, в общем-то, переместился с того места в паровозик Я даже не знаю, где мы бегали И искали эту монету Короче, всем пока Что ты, падла, думал Я за тобой не вернусь, что ли? Пикает она мне тут Я тебя сейчас возьму Как нехер Вот так вот Ха!